Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Пишет человек по имени Татьяна, говорит о том, что с молодым человеком она находится в отношениях довольно давно. Она пишет, что человек ревнивый, собственница, но изо дня в день, может через день, через вас, не ссоция ревности о измене партнёра, о том, что он переписывается с подругой. А я ревную, пишет Татьяна, запрещаю общаться, мы расходимся, хотя в реальной жизни молодой человек не верен и любит меня. Постоянно снятся сны, где я очень горько плачу, мол, он меня изменил, перестал с другой, меня бросает или что-то ещё. Я устала просыпаться, со слезами на глазах, помогите, пожалуйста, с этим вопросом, к чему такое снится. Вот, здесь очень важно уточнить такой момент, даже несколько моментов. Одно дело, если вы хотите получить толкование сновидения своего, да? Это один момент. Один момент, если вы хотите получить толкование своего сновидения с точки зрения эзотерики. То есть, я не знаю, может быть, вы в данном случае ошиблись немножечко разделом и написали ни в тот раздел, ни в психологию. Вот, тогда вам нужно переадресовать свой вопрос в раздел эзотерика, там вам дадут толкование с точки зрения эзотерики. Дальше. С точки зрения психологии, толкование сновидений работает немножко не таким образом. Да, нужно здесь больше интерактивности именно с вами. Для того, чтобы, ну, сделать все, вот, условно говоря, более, более качественно, да, более подходящее вам и так далее. Чтобы это, вот, чтобы это было возможно, да, и необходимо, когда-таки, больше интерактивности, больше интерактивности, больше интерактивности именно с вами. Вот, поэтому здесь тоже вот такой момент, что толковать сновидения, ну, как бы опираясь только на вот то, что вы сейчас, например, написали, да, не самая лучшая, не самая лучшая идея. Вот, потому что много, много, много достаточно моментов может быть упущено. И множество важных аспектов может быть просто-напросто пропущено именно из-за того, что непосредственно с вами взаимодействия нет. Вот, вот, поэтому я бы не рекомендовал вам прямо вот пытаться толковать свои сновидения таким образом через, значит, такой вот публичный вопрос. Все-таки нужно, как мне кажется, с вами поговорить, да. Это первое, на что хочется обратить вам ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Вы пишете, что вы ревнивая и собственность. Ну, я думаю, что вряд ли для вас является откровением, вряд ли для вас является открытием, если мы вам, например, скажем о том, что ваши сны – это как раз-таки следствие. Это как раз-таки результат того, что вы ревнивая и того, что вы, как вы себя сами называете, собственность. И, соответственно, чтобы вам не снились эти сны, да, если вы от них устали, если вы хотите, чтобы они прекратились, то есть самый лучший для вас способ здесь – это как-то вот потихонечку отходить от этой позиции, от позиции того, что вы собственница, от позиции того, что вы ревнивец, от позиции того, что вы там, условно говоря, должны молодого человека контролировать. Для чего я это говорю? Я это говорю для того, что если вы не согласны отходить от этой позиции, если вы не согласны с тем, что именно ваша в данном случае ревность является основой для того, чтобы вам сняться такие сны, если вы не согласны с тем, например, да, что именно ваша такая вот собственническая, по большому счёту, да, идеология мешает вам, вот, если вы с этим не согласны, то я думаю, что какого-то такого вот серьезного результата, да, от работы не будет, потому что, ну, как бы, это постоянно будет, вот, сталкиваться, натыкаться на вашу, вот, защиту, да, и на попытку, что вот, ну, удержать, что ли, отношения, вот, в такой, ну, породительность, вот, скажем так. Поэтому здесь, здесь, с точки зрения ответа вам на вопрос, да, первое, на что хочется обратить внимание, и на что нужно обратить внимание, на то, готовы ли вы, собственно говоря, изменить свой подход, в целом, к отношениям, и готовы ли вы, как-то вот, ну, ну, предоставлять, да, то есть, условно говоря, условно говоря, больше, больше свободы себе, вот, и больше свободы своему молодому человеку, вот. Готовы ли вы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот этот момент, связан с тем, что вас бросит, потому что страх быть брошенной, это история, это история больше про, ну, про заниженную сумасшинку, скажем так. И, соответственно, до тех пор, пока не совсем очевидно для нас, хотите ли вы, готовы ли вы с этими что-то делать, да, и считаете ли вы это проблемой, я думаю, что, ну, дело будет в общем и целом стоять на месте, вот, к сожалению. Именно потому, что всегда это будет, вот, как-то натыкаться на вот такую вот вашу парадигму, скажем так, да, вот, на сопротивление. И, в общем-то, на этом можно было бы мой ответ и закончить, потому что больше добавить, а конкретно к этому, наверное, это и нечего. Вот, потому что нужно работать с вами, и нужно, опять же, больше получать интерактива обратной связи от вас, чтобы начинать непосредственно работать с, как бы, тем, что вы описываете. Вот, ну, попробуйте заметить следующее, вот, когда, 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 ну, получается такая история, да, когда получается такая история, что вы ревнуете, и когда получается такая история, что вы, ну, вот, там, контролируете, да, как-то вот пытаетесь, а, молодого человека удержать, ну, допустим, то, чего, чего в этот момент с вами происходит, чего в этот момент вы хотели бы быть, в чем в этот момент вы нуждаетесь, что вам в этот момент нужно, понимаете, да? То есть, вот, постарайтесь ответить себе на эти вопросы, не бороться с ревностью сейчас, скорее всего, у вас это не получится, да и... еще не известно, как вы к этому относитесь. Вот, не нужно с этим бороться, но, на мой взгляд, было бы очень хорошо, если бы быть, поисследовали бы этот вопрос, чего я хочу, да? Ну, вот, когда ревную, чем я нуждаюсь, когда я ревную, чего мне необходимо, когда я ревную, я хочу от молодого человека, да? И какой, какую, какую, точнее, свою проблему я пытаюсь решить. Именно заметьте, пожалуйста, свою проблему, да? То есть, вот, что я пытаюсь решить, что я пытаюсь компенсировать, что я пытаюсь, ну, доказать. Это очень важно. Зачастую, зачастую, это зависимость. Это зависимость, то есть, ну, как бы, зависимость, опять же, связанная именно с тем, что нам, как бы, ну, без человека, условно говоря, я не могу, да, то есть, вот, мне человек нужен для того, чтобы, мне человек нужен для того, чтобы, вот, как-то себя, ну, чувствовать, да, как-то себя ощущать, вот, может быть, хорошо ощущать, вот, а мое собственное состояние от этого зависит, вы говорите, что вы очень боитесь измены, почему, вы боитесь, что вас бросит, почему, вот, это, на мой взгляд, очень, очень важная история, ну, на мой взгляд, повторюсь, это очень важная история, и вам с этим, а, нужно разобраться, вам это нужно преследовать, вот, если вы хотите, ну, вот, в какой-то степени, да, свою, вот, проблему, а, решить, в этом смысле, вот, поэтому я думаю, я думаю, что вам необходима психотерапия, если вы, вот, ну, у нас, хотели, хотите что-то переделать, хотите что-то изменить, хотите, там, повысить, там, качество своей жизни, вот, и так далее, но сначала определите, с тем, с тем хотите ли вы этого, вот, вот и все, я думаю, здесь никаких, на мой взгляд, по крайней мере, секретов нет, ну, как мне, как мне кажется, да, здесь никаких секретов нет, это зависит, на самом деле, от вашего желания, и, в первую очередь, вот, спросите, спросите себя, готовы ли вы, что-то, ну, что-то менять, там, значит, одно дело, если вы готовы, то все другое, если нет, вот, и, на мой взгляд, ну, не так, просто будет вам меняться, вот, как бы, если вы, особенно, если вы привыкли к какой-то модели поведения, а особенно, если вы под эту модель поведения, пускай она даже деструктивная, да, вот, подстроили еще и свою, ну, рационалистичную концепцию, вот, то есть, если вы под это еще, ну, построили, подстроили свою концепцию, свою картину мира, я довольно часто, вот, сталкиваюсь с этой историей, что человек, вроде бы, хочет, так, что-то изменить, но при этом сталкиваюсь с сопротивлением, вот, и я ни в коем, ни в коем, ни в коем случае не пытаюсь, вот, сказать, что это обязательно плохо, и я даже не больше скажу, что ревность, она, вот, в дозированной форме, она, очень даже неплохая, вот, но, очень, очень много, эм, создаёт проблем для человека и для партнёра, поэтому, вот, как-то так, спросите себя, может быть, хватит вам уже быть собственницей, может быть, пора, как бы, расти, может быть, пора вырастать, пора более зрелые отношения выстраивать, понимаете, какая штука, ну, вот, и в то же время, эм, посмотреть на себя, а что для меня это означает, если меня просто, от чего я в себе бегу, вот, чем больше вы бежите от своих страхов, тем больше, эээ, они вас будут одолевать, и это, эээ, нормально, поэтому, я предлагаю вам остановиться, я предлагаю вам не бежать, я предлагаю вам, эээ, в большей степени, нажать, эээ, исследовать себя, изучать себя, любопытствовать о себе и посмотреть, к чему вас это, к чему вас это приведёт. Сейчас вы опираетесь на хорошее отношение молодого человека к себе, сейчас вы опираетесь на его верность, а нужно опираться, все-таки, на хорошее отношение самой к себе и, наверное, самой себе, а не на другого человека. На данный момент мужчина представляется мне таким костелём. Ну и, эээ, традиционно, да, низкая самооценка, ээ, страх одиночества, то есть не принятие себя, эээ, какой-то травматичный, эээ, травматичный опыт измены, либо у вас лично, либо у кого-то из окружения и так далее. И, соответственно, эээ, деструктивное восприятие этой самой измены. Я бы сказал, эээ, что эээ, таким следствием и одновременно, эээ, параллельным основанием для того, что вы описываете, в том числе является и воспринятие человека как некой такой эээ, предметной материальной эээ ценности. И отказ, отход от, эээ, скажем так, эээ, личностной и духовной ценности, потому что в этой парадигме эээ, ээ, измена не является чем-то трагическим. Является грустным, безусловно, но не является трагическим. Вот. Поэтому очевидно, что у вас были какие-то травмы и, соответственно, их нужно, эээ, проработать, прожить, помочь вам их прожить, а не бежать от этих самых чувств. Вот. Ну и обрести внутреннюю опору, конечно же. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...